Здравствуйте, друзья мои! С вами Шаумов Дмитрий. Как вы можете видеть, на улице идет сильный дождь. Дело в том, что на Японию движется сильнейший тайфун под номером 21. Свою полную силу, как говорят в прогнозе погоды, он наберет к концу воскресенья, то есть к концу сегодняшнего дня. То, что вы сейчас видите, это далеко не полная сила. Ночью долбило, наверное, в два раза сильнее. Я сначала планировал это видео записать закадрово, но потом решил записать все-таки вот так, чтобы вы ощутили на себе, как это, чтобы был какой-то эффект присутствия. Надеюсь, что у меня будет хорошо слышно, потому что вот этот звук, который вы слышите, это дождь долбит по зонту. Вот у меня прозрачный. Сегодня я хотел бы рассказать вам немного о тайфунах в Японии, да и вообще поговорить немного о погоде, раз уж у нас так получилось. К сожалению, в Японии дожди идут уже две недели, не прекращаясь. Я сейчас сочувствую тем, кто приехал сейчас в Японию посмотреть на эту прекрасную страну. Вот каждый день такая примерно погода. Единственный недождливый день был вот недавно, и я смог его записать. Последнее видео у меня на канале, если вы не смотрели, посмотрите. Вот такая вот погода, как сейчас, и вообще тайфуны в Японии нормальное явление. Как я уже вначале сказал, это номер 21, то есть в этом году был 21 тайфун. Не все, конечно, долетели до Токио, некоторые потеряли свою силу по пути. Но в целом вот такая вот погода в августе, сентябре, октябре, это нормально. Вообще в Японии довольно часто идут дожди. Если вы видели, у меня на канале есть видео про пластиковые зонты. И я там не сказал еще одну такую вещь, что их выгодно покупать, потому что из-за сильных дождей, из-за сильных ветров зонты часто ломаются. И чтобы каждый раз не менять дорогой зонт, люди покупают также пластиковый. Потому что, ну, сломался зонт там за 100-200 йен, можно купить себе новый. Говоря о тайфун, я не имею в виду просто сильный дождь. Такие дожди есть во многих городах, в том числе и в России. Тайфун – это невероятно сильный ветер с дождем. И дождь иногда по телу бьет так, что ты его физически ощущаешь, становится больно от того, как он холестает. Из-за тайфуна ежегодно умирает какое-то количество человек. Отменяют рейсы на самолеты, на поезда, затапливают метро. Вся инфраструктура просто встает. Из-за тайфунов бывают оползни, поэтому в некоторых префектурах людям говорят идти в убежище. Даже в этот раз, как передавали по телевизору, около 20 тысяч человек сейчас пережидают в убежищах, потому что из-за оползня может снести дом, да и вообще в целом это опасно. Притом, помимо тайфунов, в Японии есть еще сезон дождей Цую. Но Цую – это немного другая вещь. Это просто сезон, когда часто идут дожди, сливовые дожди. И если вы не смотрели видео у меня на канале по этой теме, то обязательно посмотрите. Я думаю, вам будет интересно. А тайфун – это действительно что-то серьезное, опасное. И чтобы встречать эти тайфуны, которых, как я уже сказал, десятки в год происходят, японцы разработали хорошую ливневую систему. Сейчас я иду вот по узким улочкам в спальном районе, но если вы отойдете на основные улицы, куда-то ближе к центру и вообще вот с таких вот маленьких улочек, то вы увидите, что в Японии прекрасная ливневая система. Даже здесь практически нет луж. Дороги сделаны таким образом, что они всегда под наклоном 1-2 градуса, чтобы вода стекала очень много стоков. И делается все, чтобы не было луж, чтобы можно было на улице ходить нормально, ездить на машине нормально, потому что из-за такого обилия дождей все бы просто затопило. И были бы не улицы просто, а реки. Поэтому с этим, конечно, японцы справляются очень хорошо. Куда бы ни пошел, больших луж не найти. Вот то, что вот вы сейчас видите, это, в принципе, максимум того, что я видел в Японии. Но иногда бывает такой момент, что за короткий промежуток времени выпадет просто нереальное количество осадков. Тогда, да, бывает, что затапливает улицы, особенно если это с какой-то грязью, с оползнем, затапливает вот эти ливневые системы. И тогда, конечно, бывает, потому что в интернете иногда можно найти фотографии, как затопило какую-нибудь японскую улочку. Но в целом с этим все хорошо. Давайте я вам расскажу пару историй, связанных с тайфуном, которые произошли со мной за время проживания в Японии. Первая история произошла, когда я еще работал в ресторане. Стена, которая ведет на улицу, представляла собой просто большие окна. И сама дверь в ресторан тоже была стеклянная. Напротив ресторана располагалась французская пекарня. И сам ресторан тоже наш располагался на первом этаже. То есть можно с него просто зайти с улицы. Через эти большие окна спокойно проглядывалась вся улица и та же самая пекарня. И знаете, бывают такие вывески треугольные, которые ставятся на землю, на которых написано, например, суб дня, какие-то скидки и так далее. Вот около пекарни была такая вывеска. Она была придавлена мешками с песком, чтобы ее не сдуло. И несколько мешков по 5 килограмм. То есть довольно серьезный вес. Но в тот день начался тайфун. Я вышел на работу, потому что сказали обязательно выйти. Ветер был просто нереальный. Дождь шел, наверное, раз в 10 сильнее, чем сейчас. Хлестал очень сильно. Конечно же, из-за такой погоды ни одного посетителя. И я стоял в ресторане, скучал, протирал бокалы. И из-за этого ветра в какой-то момент вот эта вывеска напротив из пекарни влетела в ресторан через окно, снеся полностью окно и ударившись в барную стойку, за которой я стоял. Сказать, что я перепугался, это ничего не сказать. Кстати, весь ресторан засыпало осколками стекла. И, конечно, это было страшно. Представьте, такой силый ветер, что снес вывеску, которая была придавлена мешками с песком. Много времени я потратил, чтобы собрать это все стекло. Потому что из-за этого дождя залило еще весь ресторан. Навес тоже пришлось убрать, который, знаете, перед рестораном. Потому что его тоже могло спокойно сорвать. В общем, проблем много добавило, конечно. Хорошо, хоть я не порезался, не поцарапался, ничего. Но если были бы в ресторане, например, посетители, то все могло закончиться иначе. Могло кого-то порезать, кто-то пострадать мог. То есть хорошо, что все закончилось хорошо. Другая же история произошла со мной уже дома. Помните, у меня была раньше квартира в другом районе, где я жил? Такая однокомнатная, я ее показывал в некоторых видео. Если найду ссылочку, то прикреплю или фотографию, может, какую-то. Она располагалась в двухэтажном доме на втором этаже. Дом уже старый, там каких-то годов. То есть обычный такой деревянный. И в одну из таких вот ночей, когда начался тайфун на Токио, у дома просто оторвало крышу. Но оторвало ее не до конца, а только с одной стороны. И она начала, знаете, и заветво так биться о балки, биться вот о все вот эти деревянные укрепления. Заснуть вообще было невозможно. Звук был такой, как будто там стая зомби ломится в дом. Било все это по дому. Вышли и другие жильцы, не понимали, чего происходит. И вот так вот всю ночь было. То есть из-за ветра просто у дома снесло крышу. Хорошо, хоть это не свой дом был, а тот, который мы снимали. И поэтому починкой всем занимается владелец самого дома. Но если бы было по-другому, то это, конечно же, еще попадаешь сразу на деньги. Так что, живя в Японии, имея свой дом, из-за вот таких вот дождей, тайфуны и так далее, можно легко попасть на деньги. Все это надо будет чинить. При всех своих плюсах Япония имеет такой большой минус, связанный с погодой. Да, конечно, зимой не холодно. Если говорить именно про Токио, довольно комфортно. Но если посмотреть в целом на то, какая погода идет за год, то летом, например, нереальная жара и духота, но при этом высокая влажность. Сезон дождей в июне. Тайфуны в августе, сентябре, октябре. Сюда же добавьте землетрясения, извержения вулканов, цунами и так далее. Это, конечно же, минус. Знаю иностранцев, которые не смогли терпеть японскую погоду, даже, которая вот в Токио есть. И из-за этого уезжали из Японии, потому что летом им плохо из-за жары и духоты. Люди же по-разному переносят вот такую погоду. Поэтому вы тоже смотрите, как вам по ощущениям, нормально ли это будет. Конечно, поначалу точно будет непривычно. Во всяком случае, мне было непривычно. Из-за того, что территория Японии протяженная, погода сильно меняется от префектуры к префектуре. Например, Сапоро и префектура Аомори считаются одними из самых заснеженных мест вообще на земле. Там выпадает очень много осадков. Бывают сугробы по 7-8 метров. Возможно, вы видели в интернете такие фотографии. Сугроб такой, ну не знаю, даже дорога 7-8 метров. В середине протоптана нормальная дорога, и по ней едут автобусы. И вот эти сугробы выше, чем сами автобусы. Это совершенно нормальная ситуация вот в этих префектурах. Там уже в ближайшее время люди начнут все чистить от снега. При этом, что в это же время в Токио может быть, например, плюс 10 градусов. Так что зависит от того места, где вы будете жить. Планируя поездку в Японию, действительно сложно предугадать, когда будут дожди и вообще какая будет погода. Например, в июне сезон сливовых дождей Цую. Бывает такое, что дожди вообще не идут, и может быть один раз что-то там чуть-чуть покапает. А бывает такое, что дожди действительно идут каждый день. Также и во время тайпунов, как сейчас, бывает, что дождей практически нет. Один тайпун пролетит, и то до Токио не долетит, и погода в целом хорошая. А бывает так, как в этом году. Две недели подряд идут дожди. Поэтому не спланировать. Но в любом случае, приезжая в Японию, я думаю, что всегда будет что посмотреть. Много чего можно посмотреть в помещении. Это те же самые музеи и вышки разные. И Skytree, и Tokyo Tower. Хотя из-за дождей, наверное, не очень хорошо видно. Но в любом случае можно много чего посмотреть. И самое главное, что на улице хоть и выглядит все это промозгло, холодно. Из-за вот этих вот луж, дождя сильного. Но на улице тепло. Вот сейчас где-то 18 градусов. Вообще не чувствуется холод. Знаете, иногда такая погода бывает летом во время дождя в Москве, по моим ощущениям. Поэтому на улице довольно комфортно. Дождь, конечно, портит. Промокните, но это не сильно скажется на то, что вам не понравится Япония или совсем ничего не сможете посмотреть. Во время дождей все практически точно так же работает. Поэтому нормально будет. Ну что ж, друзья, надеюсь, что видео вам понравилось. Как говорят в синоптике, в ближайшее время тайфун кончится. Уже начиная со вторника и среды должна быть хорошая погода. Поэтому как она наступит, я пойду снимать что-нибудь интересное в городе. Ждите обновления на канале. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой лайв-канал. Буду очень рад. Ссылочка есть в описании под видео. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. И до встречи в следующих видео. До свидания.